Приветствую вас дорогие друзья на канале Михалыч Топи Геймс. Мы на аккаунте Михалыча и естественно в сегодняшнем видео мы будем делать очень крутые вещи. Понятно, что катер у меня еще не собран, но ни один из подписчиков показал, как он уже скрафтил катер и уже наслаждается обновлением на все, как говорится, 100 или даже 200%. Понятно, что мы сейчас можем вкинуть какие-то самые распространенные вещи в катер, скрафтить то, что возможно, но ведь игра не дает доступа к полному крафту нашего, конечно же, всеми любимому катеру, но есть ребята, которые уже скрафтили и уже ездят в нужные места. Это, конечно, очень круто и я завидую им со всей силы. Хочется, прям хочется очень сильно, блин, поехать тоже в бокситные катера, кратеры или, например, песчаные карьеры. Все это, блин, насколько интересно, что именно обновление стало самым-самым ожидаемым за всю историю. Конечно, что вот эти все вещички, которые закидываю, их можно сейчас понаходить на базе, они есть, но такие, как стекло или, например, вот это стекловолокно, они уникальны, особенно лодочный мотор. Лодочный мотор тоже крафтится, но я думаю, что особо не так легко. Например, у меня нет ни одного еще винта, и это, конечно, тоже беда. Но беда нет у винта, но мы переживем, я думаю, что мы обязательно это все переживем. Давайте выйдем на глобальную карту и посмотрим, о чем же я сегодня буду снимать видос. Обязательно досмотрите ролик до конца, потому что там будут кадры с уже бокситного, короче, со всех локаций, которые у нас только могут открыться в будущем. Они уже есть у него, он проходит, добывает титаны, все, конечно же, делает очень круто. Во-первых, нам нужна смотровая вышка, чтобы открыть ребят с соседней локации. Конечно же, песчаный карьер, которому мы будем давать как минимум песок, я думаю, что, ну, немногим, может быть, вообще никому, но все-таки из песка делается стекло, нагревается под высокой температурой и делается стекло. Я сам недавно узнал, ну и, конечно же, вот такая вот смотровая вышечка. Здесь есть у нас всего и очень много. Открывается здесь еще дополнительные локации. В принципе, я очень рад, что разработчики так сильно поработали под Новый год. И я со всей силы доволен видеть вот это все дело. Блин, ребят, насколько же интересно и насколько же круто будет открывать вот эти все локации. Я понимаю, что отправляясь в наш порт, я думал, что приду в порт и это будет все, на все, что способны в одно обнове, потому что нам привыкли давать по чуть-чуть, по маленькому кусочку откусывать от обновы. Но нет, нам сделали крутейшее обновление, в котором будет, блин, продолжение, мега продолжение. Думаю, что много тянуть мы не будем. Я затягивать много не буду. Естественно, сейчас я попробую выполнить какой-то задание, чтобы максимально увеличить количество добытого лута. Почему можно добывать побольше? Не обязательно, конечно же, ну обязательно опускаться нам в недры нашего подвала. Но и еще есть один отличнейший способ зарабатывать. Потому что, ну вот, выполняю награды, выполняю вот такие вот уровни. Я уже один уровень прошел, вернее, у меня Аленка на стриме даже это все прошла. Ну а мы, ребят, давайте попробуем выполнить тоже некоторые задания. Нам нужно побольше, покруче. Нам нужно 100 астролиста, как раз у нас он есть. Попробуем взять, принять. Подарки у нас такие есть. Мы сразу же вот так вот делаем. Страховка, не страховка. Но нам нужны вот такие вот подарочки. Сейчас мы это все сделаем. Но прежде чем это сделаем, давайте посмотрим видос. Просто нормально нереальные кадры мне попали в руки. Подписчик мой, конечно же, поделился вот такими крутыми видосами. Я так понимаю, что у него айфон, и он уже давно играет. И уже успел скрафтить, сложить вот это все дело. И, конечно же, наслаждаться игрой теперь в полном объеме. У нас появляются крутые локации, которые, конечно же, можно сейчас, в данный момент, посетить. Единственное, что нельзя посетить. Нефти перерабатывают еще и вышку. Но я думаю, что это мы можем пережить. Первое место посещения это песчаный карьер. Давайте посмотрим, что же в песчаном карьере здесь лежит. Что же можно и возможно здесь добыть. Ну и, конечно же, вот так вот наш персонаж приплывает. Смотрите, здесь ящиков куча. Ну, извините, конечно, что немного подлагает. Но я думаю, что это можно пережить. Здесь есть вот такие вот кровопийцы. Я так думаю, что кровопийцы, они их не просто так называли. Они, наверное, отхиливаются при ударе. Но зато без проблем таки убиваются. Ну, конечно, с самым крутым оружием. Но, тем не менее, песок добываем. Очень круто. Два песка. Обжоры кровопийцы, наверное, все-таки отхиливаются при ударе. Это довольно круто и идеально. И что, ребят? Да, вот такие вот прикольчики. Обжоры, смотри. А ну-ка. Не, он не отхиливается. Но все равно, ребят, зато здесь можно добывать кучу песка. Это идеальнейший. Идеальнейший, конечно же, ресурс. В плане того, что он нужен для производства стекла. Вот еще у нас, ребят, месторождение. Я так понимаю, что это кварц. Похоже, у нас уже в седьмом секторе было. И так, да, ребят, это кварц, это кварц, это кварц. Твердые кристаллы, которые часто встречаются в песчаных карьерах. Но это еще не все. То, что здесь можно встретить яростных гигантов, это раз. И, конечно же, встретить летовых, которые обитают в бункере Браво. В бункере Альфа яростные гиганты. Есть пещеры, в которых есть вот такие бледные зомби, которые живут только в пещерах. О, бледный толстяк, это очень-очень жестко. Но зато, смотрите, что здесь есть. Мы с помощью бура добываем здесь какие-то ресурсы. Это титановая руда. Жесть, ребят. Но тут, конечно, идеально. Вот куда нужно идти. Вот для чего мы собираем катер. Я, конечно, на пути практически полного сбора катера. Но еще очень-очень долго. С помощью С4 нужно будет даже собирать. Я не знаю. Но С4 это уже перебор. Хотя, если, может быть, нам сделают полный доступ к С4, то можно будет и тратить. Ну, как полный доступ? Может быть, они будут выпадать чаще. Потому что, ну, так долго-много. Именно титановой руды не добудешь просто так. Так, еще одна пещера. То есть, понятно, что здесь, наверное, там пещера. Их несколько. И здесь можно вот так вот добывать руду. Я так понимаю, что за раз можно достаточно большое количество руды добыть. И если титановую руду можно будет добывать, то, конечно, можно будет, естественно, кратить кучу титана. У меня уже должно немножечко титана быть. Несмотря на то, что я даже здесь не был. У меня был доступ к такому ресурсу. Там выпадает его на станке переработки. Можно переработать на крутейший титан. Титановая руда целых 19 штук. И это вам не шутки. Понятно, что это все, что мы увидели уже с нетерпением. Хочется сделать и самому. Но давайте сразу же скажем, что вот такие подарки можно просто сейчас нажать начать. Но ведь хочется еще одну посылочку такую отправить. Ну а как? Если я уже зачистил зимнюю локацию. То есть, локацию, которая нам доступна практически постоянно. Не знаю, может быть, она у меня уже откатилась. Нам нужно побольше ресурсиков. Как же тогда чинить нашу машину, которая огромная там стоит. Где она тут стоит? Вот она, она вроде бы долина ледяного ветра уже откатилась. Что у меня тут есть? У меня есть ВСС и разрушитель. В принципе, без проблем я могу сюда заехать. В принципе, без проблем я могу залететь. И обязательно разбомбить все, что здесь есть. И как минимум собрать подарок. Подарок у меня, по-моему, должен быть на базе. Я эти пустые коробки туда складываю. В один отдельный ящик. Поэтому сейчас мы давайте отойдем от шока того, что мы увидели. И обязательно давайте все-таки как-то вернемся в реальность. И будем тоже делать все, чтобы сделать крутейший контент. Ну и собрать наш катер. Так, вот куда я скинул все вот эти вещи. Но нам они нужны для именно посылочки. Вот с этих мужичков все выпадает. Да ладно. Олень, который атакует. О, все видел. Но оленя не видел. Атакующий олень. Так, ВСС. Конечно, очень топово здесь всех брить. Волк. Капец, как тебе не повезло. Ладно, шоколадно, бегун. Почему с вас ничего не выпадает? Мне побольше нужд таких ресурсов. Почему с вас так мало падает? Так, иди сюда. И ты тоже. Отличненько. Отличненько. Письма второго, кстати, нет. Мне говорили, что может быть будет падать второе письмо здесь же. Но также некоторые ребята сказали, что это рэндом. Это рэндомно. Выпадение именно писем. Поэтому нужно ходить чаще везде по локациям. И как минимум нужно... О, вот и гнок. Нам нужно и гнока побольше. Но если честно, у меня есть один хитрый способ, как это все сделать. Well done. Вот пироженкое. Все, все, все. Что нам поможет. Вот, кстати, забираем максимально. Так, иди тоже. Кстати. Кстати, что нам выпадает астралисты. Нужно просто в игре сейчас сколько всего. Что хочется пройти все и сразу. Но вы понимаете, что это невозможно. Надеюсь, что нам вообще ресурсов хватит, чтобы сделать ветер. Вот еще один. Еще один, как говорится, ящик. В ящике тоже есть какие-то плюхи. Сейчас я домой возьму ящик пустой, подарочный. Ты кто? Волков можно, в принципе, не трогать. С них не выпадают нужные нам вещи. Я пока не собираю этот... Этот, как его, машину. Пока что мы отправим посылку. Потому что посылка сейчас топливей всего. Съездил домой и, в принципе, забрал то, что нужно. Во-первых, у меня то, что мы только что заработали. Вот такие вот пустые коробки. Именно они нам будут нужны. Именно их мы и добывали. Ради них мы и ходили, в принципе, чистить локацию. Так. Для того, чтобы сделать коробку, нужно посмотреть рецепт. Рецепт какой? Нужно полено, печеньки и гнок. Одну коробку, как минимум, мы сделали. И я думаю, что этого пока что нам хватит. Пока что хватит. Итак, бамс. 25! Ради 5 очков ходил. Жесть. Хочу сейчас заметить, сколько у меня процентов. Чтобы было все честно. Так, смотрите. 44. Сколько одна посылка? Причем, крутая посылка. 44. 44. И со страховкой или нет? Давайте со страховкой начинаем. Начать. Так, бла-бла-бла. Караван в пути. Не могу пройти. Радиопомеха. Техника работает с перебоем. Мы сбились с маршрутой. Так. Опа. Есть. Есть. Мы гаечный ключ даже нашли. Прикольненько. Но мы едем еще дальше. Караван в пути. Отставайтесь, чтобы помочь. На дороге обнаружено разбитый конвой. Там могут быть выжившие. Осмотреть территорию. Ре-ре-ре. Три талона красных. Отличненько. Бонусы и привилегии. Завершить. Отлично. Итак, что же отлично. Во-первых, мы получили. Забрать можно вот такую вот сезонную награду. Это минимум. Посмотреть, что нам дядька. 44. 71. Также у меня есть 2-3 журнала вот таких вот. Не хотелось бы их юзать. Может быть, на потом оставить. Ну, а что делать? Муравью глаза приделать. Во-первых, ну, давайте, наверное, все-таки сделаем парочку штук. Давайте посмотрим, сколько один журнал дает. Все равно нам, я думаю, что не хватит. 71. Бам-бам. 77. Да, вообще шестерочек. Вообще мало. Кстати, что вот это такая штука? Ага. Мы можем из стекла делать стекловолокно. Но вы помните, что стекловолокно тоже неплохо падает. Именно с этих ящиков за ключи. Я сделал, что мог. Почти, да. Мы можем принять вот это. Вот сделать так вот еще. Если честно, добавить еще пятерочку. Для того, чтобы у нас все пошло очень чики-бамбони. Посылку мы сделать не сможем. По понятным причинам. У нас просто не хватает вещей. То есть 3-3-3, а у меня только 2-2 и 1, да. Это все печально, но возможно. Возможно, конечно. Ладно, мы отправим такую посылку. Посмотрим, сколько у нас там. Даст 20 очков должно дать. Меньше, чем за крутую посылку. Упавшее на дорогу дерево преградило путь. Выйти с транспорта, попытаться его убрать. Деревья, ну это бред, конечно, за деревья. Спасибо, мужики. Но этого мало. Дорога кончается. Едет, пробовать проехать через чащу. Не рисковать вернуться через чащу. Отлично, 28. Отлично, отлично. Это очень круто. Вот именно 28 это топово. Это топово сейчас дало. Посмотрим, сколько. О, есть, ребят. У нас еще и награда. Вау. Мы второй уровень прошли. И это очень круто. Получается, что теперь мы можем выловить ящик. А в этом ящике очень большие крутые плюхи. Я уже второй ящик. Ребята, напишите в комментариях, сколько у вас ящиков таких было. Так. И вот активировать ящик там пути. Я не понял, что такое. У нас что-то пошло не так вроде. Короче, теперь все понятно, ребят. Мне просто далось что-то вот место здесь. Теперь я смогу, когда выполнять задание, мне просто будет дополнительное место для дополнительного ящика. Это, конечно, сверх круто. Но, блин, хотелось бы еще один ящик выловить. Вот такой вот видос. Хо-хо, чаечки разлетелись. Конечно, побольше вот таких ящиков, побольше таких ключей. Но пока что в доступе невозможно. Ну что, ребят, вам огромное спасибо за то, что вы смотрели. Не забывайте ставить лайки, подписаться на канал, писать комментарии. Это очень важно. Всем удачи, всем пока. А мы увидимся уже в следующих, ребят, видео. Субтитры сделал DimaTorzok